Здравствуйте, уважаемые зрители. В этом видео расскажу вам еще 5 ошибок покупателей при покупке недвижимости Северного Кипра. Меня зовут Игорь Коршунов, я генеральный директор и владелец компании Leverage Investments, лидера рынка недвижимости Северного Кипра. Больше месяца мы не выходили в эфир с моим участием, потому что бизнес растет и гораздо больше приходится работать. Мы, наверное, никогда столько не работали, как вот сейчас в эти пандемические годы, но при этом обороты компании, они значительно выросли по сравнению с любым допандемическим годом. Только я понял, что сначала я отказался от отпусков, я бы от них в любом случае отказался из-за пандемии, чтобы никакой форс-мажор не нарушили спокойствие нашей семьи. И отказался от выходных дней в ущерб себе и семье, потом от тренировок, потом от видеороликов. Я понял, что это путь куда-то не туда, что это путь куда-то по наклонной. И я вчера, когда меня подписчики спрашивали очередные вопросы в комментариях, и я так посмотрел свое расписание, когда же мы сможем снять очередное видео, чтобы ответить на эти вопросы. Я понял, что и следующая неделя занята полностью, и через неделю я полностью тоже все расписание уже занято, и октябрь, и ноябрь. И если честно, то оно полностью занято до середины сентября 2022 года. Я понял, что нет, такого большого перерыва мы делать не будем, значит, какая-то есть ошибка в рабочем расписании. Я его пересмотрел, принял некоторое принципиальное решение. Я очень надеюсь, что все получится, и со следующей недели мы возобновим и регулярные видеоролики, потому что ваших вопросов в комментариях накопилось уже большое количество. И выходные дни, свои два законных выходных я получу в неделю. И вернусь, дай бог, с понедельника к тренировкам. И все это не в ущерб развитию компании. И есть еще одна причина, почему мы подзадержались с выходом этого видео. Вы знаете, я всегда отвечаю за свои слова, а в предыдущем видеоролике в июле я пообещал, что расскажу вам об неочевидных отличиях одних курортных комплексов от других. Потому что когда вы приобретаете жилье в курортных комплексах, вот именно в этом вопросе вы делаете больше всего ошибок. А недвижимость это такое дорогостоящее приобретение, и здесь нам с вами ошибки за счет вашего кошелька, они нам точно не нужны. И я когда, после того, как я сделал этот анонс в предыдущем видео, я набросал некоторые тезисы, о чем нужно рассказать, и озвучил их нашим сотрудникам. И сотрудники меня послушали и сказали, нет, эту информацию в эфир выпускать точно нельзя, потому что будет очень похоже, что мы говорим негативные вещи о каких-то компаниях-застройщиках здесь на Северном Кипре. Я сказал, но это же правда от первого до последнего слова. Они говорят, да, правда. Но мы же и так всю эту информацию, говорю я, рассказываем во время ознакомительного тура, либо когда покупатели приезжают на Северный Кипр, либо когда мы проводим ознакомительный тур онлайн, когда наш сотрудник со смартфоном выезжает на местность, там созванивается по видеосвязи с потенциальным покупателем и показывает ему все вокруг, то, что ему нужно, объекты недвижимости, местность, инфраструктуру комплекса, там близлежащие школы и магазины. Они говорят, да, но одно дело, когда мы рассказываем это лицом к лицу покупателям, другое дело, когда мы это покажем там широкой публике, это будет выглядеть как антиреклама некоторых компаний. Даже при том, что я их не называю, но они будут угадываться. Причем неплохих компаний. Одна из них, где особенно много есть, не минусов, скажем так, нюансов, на которые вам обязательно нужно обратить внимание, прежде чем потратить хоть копейку на приобретение недвижимости Северного Кипра. И у нас это тоже бестселлер. Мы продаем там более сотни объектов каждый год именно этого застройщика. Но прежде чем вы купите, мы вам сначала покажем все подводные камни, прежде чем вы примите решение, потому что, может быть, для вас они будут совершенно несущественными, а может быть, для вас это будет настолько важно, что вы примите решение в пользу какого-либо другого объекта. Прошла неделя либо полторы, я придумал другой сценарий, другие тезисы, как то же самое можно обыграть другими словами. Тоже посоветовался с нашими сотрудниками и сказал, нет, так тоже говорить нельзя. И я не понимал, как эту информацию до вас донести. И вот в сегодняшнем видео о еще пяти ошибках покупателей недвижимости Северного Кипра в одном из пунктов, пожалуй, мы его сделаем последним пунктом, я вам расскажу кое-что вот на эту тему и таким образом отвечу на тот вопрос, который сам же инициировал, о том, чем курортные комплексы отличаются между собой. Кстати сказать, я вам все время говорю, что еще пять ошибок, еще пять ошибок, это из-за того, что у нас уже пару месяцев назад выходило видео о пяти ошибках при покупке недвижимости Северного Кипра. Видео очень интересное и полезное, на мой взгляд. Если вы его еще не смотрели, мы оставим ссылку в описании к этому видеоролику, и вы сможете его посмотреть, уверен, вам будет интересно и полезно. Если вы еще не подписались на наш канал, то обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видеоролики о Северном Кипре и о недвижимости Северного Кипра. Окей, это было длинное предисловие, я объяснился, почему полтора месяца не выходил в эфир. Я надеюсь, что со следующей недели мы будем это делать регулярно. Я смогу утрясти свое рабочее расписание таким образом, чтобы все успевать и быть с вами на связи. Итак, первая ошибка из этих пяти, которые я сегодня озвучу, в том, что вы рассматриваете недвижимость Северного Кипра в статике, что вы смотрите на ситуацию вот в моменте, в сегодняшнем моменте. А ее не нужно рассматривать в сегодняшнем моменте, ее нужно рассматривать в движении, ее нужно рассматривать в динамике. Это большая ошибка и она ведет к тому, что вы делаете неправильное решение при выборе объекта недвижимости. Что я имею в виду? Например, вы видите квартиру, она вам очень нравится. Вы подходите к окну, вы видите прекрасный вид, не закрываемый на море. Вам нравится этот комплекс, вы наслаждаетесь тишиной, вы видите красивую инфраструктуру, уже построенную. Еще не заселенный комплекс на финальной стадии, например, строительства. И вы думаете, вот я хочу такую тишину, я хочу такую инфраструктуру, я хочу такой вид из окна. Но если мы посмотрим в динамике, то в поле, которое находится между морем, на которое вы смотрите из окна, и этой квартирой, которую вы сейчас полюбили, вы хотите выбрать, есть поле. И в этом поле через год, два, три начнется следующая стройка. И построят здания такой же высотности, как и у вас, и они вам просто закроют этот вид. Мы уже ни раз, ни два, ни три раза за свою практику такое наблюдали, когда люди приобретают так называемые видовые квартиры с незакрываемым видом, например, на море, а затем перед ними строят еще одно или несколько зданий, и этот вид полностью, либо почти полностью закрывают. Обязательно смотрите в динамике. Есть обратная ситуация, когда мы вас привозим на какую-то стройплощадку, и говорим, смотрите, здесь будет город-сад, здесь будут вот такие здания, такие бассейны, такая инфраструктура, вот до университета 400 метров, это очень хорошо будет пользоваться спросом, если вам это будет нужно для сдачи в аренду, хоть в посуточную, хоть в долгосрочную аренду. Это хорошо будет перепродаваться, потому что здесь объектов недвижимости не хватает, а близко город, близкая инфраструктура, близко университет, это нужно людям, они хотят здесь селиться, но вы смотрите, пока что, какие-то каркасы железобетонные, какие-то там рабочие штукатурят стены, вы не понимаете, где же здесь красота, где же здесь город, где же здесь сад, вы только видите пыль по щиколотку, в которой вы пока что утопаете, ну, строительную пыль, и вы не понимаете, где же здесь те самые бассейны, джакузи, пальмы, сады, лужайки, детская площадка, красивый зеленый газон, тень от деревьев, вы этого всего не видите, и не можете себе представить, а если бы представили, вы бы поняли, окей, сейчас на этом этапе можно квартиру купить за 55 тысяч, вот я обратился в Леверич Инвестментс, они мне еще доторгуются застройщиком до 50, такая же новая сейчас уже стоит там 75-85, я сэкономлю огромное количество денег, если буду покупать уже сейчас, плюс я получу беспроцентную рассрочку до момента завершения строительства, что тоже хорошо, мне не нужно прямо сейчас доставать всю сумму из своего кошелька и оплачивать, это прекрасная, прекрасная инвестиция, прекрасная возможность, прекрасная покупка, прекрасный объект, вы не видите этой возможности, вы ее упускаете, потом вы будете говорить, что же вы мне не настояли тогда, ну как мы можем настоять, это ваш выбор, мы можем только порекомендовать, показать плюсы и минусы каждого объекта, или например у нас прямо сейчас в продаже есть классный пентхаус, классный пентхаус, террасы на крыше, там с джакузи на крыше, полностью мебелированный, большой, ну относительно сегодняшних объектов, которые строятся сегодня, он большой по площади, он больше там метров на 10 приблизительно например, он полностью мебелированный, там подключена инфраструктура, то есть только одна мебелировка с инфраструктурой стоит порядка 7, 6, 800, 7, 200 тысяч фунтов конкретно для этого пентхауса, озелененный комплекс, готовые правоустанавливающие документы, все хорошо, объект недвижимости на вторичном рынке, там не делали какую-то специальную предпродажную подготовку, там не делали какую-то специальную уборку, там, поскольку это пентхаус, там есть вопросы, что надо подкрасить балкон, потому что вода, текласс, крыши несколько зим подряд и отшелушивается краска, там есть вопросы небольшие с изоляцией, там надо ее решить этот вопрос на крыше, там надо подкрасить потолок и стену в одной из спален, вы на это смотрите, думаете, нет, 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 это не очень красиво, но эта квартира стоит на минимум на 20 тысяч фунтов уже дешевле, сегодня дешевле, чем любой аналогичный объект на рынке, почти любой, сколько будет стоить вот вышеописанная уборка, там подкрасить, заизолировать, мы недавно это делали в одной из квартир, мы заплатили в общей сложности, так нам там еще и шкаф переставили, мы заплатили в общей сложности что-то около 300 фунтов, то есть вы, у вас есть расход на 300 фунтов и у вас есть потом экономия минимум в 20 тысяч фунтов, но вы видите своими глазами, что вот оно выглядит сейчас вот так не очень презентабельно и вы упускаете эту возможность, я помню много-много-много лет назад, лет 12, наверное, назад я у нас было несколько покупателей, у нас было одновременно больше покупателей, чем сотрудников свободных в этот день в компании и я помню, что я ездил помогать, просто не хватало транспорта, а ездил помогать просто, чтобы довести сотрудников туда-до места, а эти несколько семей, у них были похожие запросы, их привозили в одни и те же объекты недвижимости, я помню, как привезли в один комплекс в Алсанджаке, рядом с пляжем, рядом с главной дорогой, двухспальные квартиры, по-моему, даже с двумя ванными комнатами, хорошее качество, рядом инфраструктура, пляж на пешеходном расстоянии, дорога с транспортом на пешеходном расстоянии, прекрасная локация, прекрасный объект недвижимости, интересная планировка, хорошее качество, низкая цена, цена вопроса была 30 с небольшим тысяч фунтов, 32, по-моему, или 33, это очень, очень хорошая цена для двухспальных, трехкомнатной квартиры, вот, но застройщик совершенно не задумывался тогда о предпродажной подготовке, он мог бы сделать нормальную предпродажную подготовку, как это делают в приличных странах, где недвижимость стоит там в разы дороже, чем на северном Кипре, и заработать больше, но он решил, что вот я продаю и так дешево, поэтому отстаньте от меня, никакой предпродажной подготовки я делать не буду, палец о палец не ударю, и покупатели приехали, я помню, как на моих глазах, это мудрая женщина, русскоязычная, покупатель, которая тут же купила эту квартиру, когда она зашла, а там, я извиняюсь за некрасивую подробность, там пол усеян, тараканом, там же, когда дохлая крыса лежала, и эта женщина прям возмогая, я уверен, брезгливость, страх и отвращение к этой всей ситуации, которая была, чуть не перецепившись об этот трупик крыса, она сказала, какая прекрасная квартира, она ее приобрела, она до сих пор там живет, она абсолютно счастлива, потому что позвать там соседку-турчанку дать ей 100 лир, чтобы она здесь подмела и сделала уборку, либо там профессионального уборщика позвать, который вымоет окна и сделать всю предпродажную подготовку будет стоить 200-300 турецких лир, на тот момент еще дешевле, а вот такую квартиру в такой локации за такие деньги мы точно больше не найдем и не купим, она будет стоить на сегодняшний день в два раза дороже или почти в два раза дороже. Это первая ошибка, первая ошибка не смотреть на ситуацию в динамике, в развитии, а смотреть вот так статично, что мы видим сегодня. Не всегда ситуация через несколько лет может быть настолько же радужной, как она вам видится сегодня в этой локации, в этом комплексе и наоборот то, что вам сегодня видится не очень красивым, оно может быть на самом деле очень хорошим, добротным и выгодным для приобретения. Дальше. Вторая причина. Я вам ее назову, но я прекрасно понимаю, что почти никто из вас на это не обратит внимания и этой рекомендацией не воспользуется. И очень зря. Я постоянно вижу, что люди эту ошибку совершают. И даже когда я иногда встречаюсь с нашими покупателями по каким-то вопросам, у меня нет в моих должностных обязанностях нашей компании, я собственник, я учредитель этой компании, я генеральный директор, в мои должностные обязанности не входит встреча с покупателями. Я занимаюсь другой работой, но когда покупатели бывают в офисе и они хотят познакомиться, я всегда очень рад встретиться, ответить на вопросы, может быть, что-то порекомендовать лично от себя, не зная, что там происходило во время показа нашими сотрудниками, дать какое-то свое мнение, которое будет в любом случае не лишнее. И вот я часто даю эту рекомендацию и потом я своими глазами вижу, что все равно не в коня корм, все равно ей не пользуются. Но тем не менее, я скажу, потому что если даже один процент, даже если один человек ей воспользуется и для него это будет положительно, для него это будет хорошо, я буду очень рад. Рекомендация такая, вернее, это не рекомендация, это ошибка. Ошибка покупателей и, соответственно, обратная сторона, это моя рекомендация такую ошибку не делать. Ошибка следующая. Там у себя, в вашей русскоязычной стране, да, на постсоветском пространстве, вы себя ведете очень осторожно и разумно во всех ситуациях. Вы не доверяетесь первому встречному. Когда вы видите бездомных где-то у своего дома, вы не подходите к ним и не советуетесь, не рассказываете им всю свою жизнь и не советуетесь с ним по важным для вас вопросам. Вы советуетесь с профессионалами. Прежде чем отдать деньги, вы проверяете, стоит ли их туда отдавать. Прежде чем сделать какую-то покупку, особенно дорогую покупку, вы проверяете надежность этой покупки и делаете это очень правильно. По какой-то странной причине люди с богатым жизненным опытом и прожженные, и предприниматели, и люди, кто по роду своей деятельности должен быть внимательным и осторожным, например, банкиры, например, адвокаты, люди из правоохранительных органов, не обязательно адвокаты, просто юристы, когда приезжают, я не буду говорить за границу, но по крайней мере к нам на Северный Кипр, почему-то начинают себя вести не то чтобы как дети, но они становятся очень-очень доверчивыми. И иногда вот ко мне приходят советоваться по каким-то вопросам, я очень удивляюсь, я говорю, вы же этого человека видите впервые в жизни, а деньги, которые вы ему хотите доверить, это огромные деньги, это сотни тысяч, как вы, кто вы по профессии, я вот работаю юристом в банке, как вы юрист в банке, ну вот такие необдуманные шаги делаете, а вы думали о том, как я получу эти деньги обратно? Я советовался с нашими товарищами, с нашими инвесторами из русскоязычных стран, я спрашиваю, что это за феномен такой, почему взрослые, грамотные, с жизненным опытом люди приезжают сюда и здесь знакомятся с первым встречным сумасшедшим где-то на пляже и доверяют ему всю свою жизнь, как так происходит вообще, почему они доверяют суждению каких-то странных посторонних, случайных людей, натуральных, сумасшедших порой, а и не доверяют, и не смотрят вот в первоисточнике, не доверяют профессионалам. У нас пока сложилось такое мнение, что люди очень сильно просто расслабляются за рубежом и считают, что здесь все очень хорошо, спокойно, надежно, без обмана. Когда им предлагают подписать какой-то документ, который бы они никогда даже в руки бы скорее всего не взяли у себя в стране, они его подписывают и не задумываются о последствиях. я вам рекомендую все-таки свою разумную осторожность, свою жизненную мудрость, свой жизненный опыт сохранять, даже когда вы пересекаете границу своей страны и оказываетесь за рубежом. Я не говорю о том, что здесь много мошенничества, нет, здесь такого нет, здесь очень мало преступности, почти нет. Я говорю о том, что часто вы решение важное для себя, решение, например, о переезде или не о переезде, о покупке недвижимости, о выборе компании, с которой покупать эту недвижимость и оформлять, вы принимаете на основании каких-то каких-то странных, ничем не обоснованных, часто бредовых рекомендаций каких-то странных и порой не совсем психически здоровых людей. Не нужно этого делать и тогда доверяйте больше всего самому себе. вот такая моя рекомендация и не делайте вот эту ошибку доверять каждому встречному. Окей, я объявил пять еще, еще пять ошибок, мы уже поговорили про две из них, кстати сказать, если вы согласны с тем, что я говорил в первых двух рекомендациях, то ставьте, пожалуйста, лайк под этим видео прямо сейчас. Если не согласны, напишите свое мнение в комментариях, с удовольствием поддискутируем, с удовольствием его обсудим. У нас все комментарии открыты, мы всегда готовы к дискуссии, я сам часто, несмотря на занятость, отвечаю на ваши комментарии. Не всегда оперативно в момент его выхода, но в любом случае я стараюсь отвечать даже спустя какое-то время. Следующая рекомендация, третья, следующая ошибка, которую допускают покупатели недвижимости на Северном Кипре, она очень связана с предыдущей ошибкой, но все-таки это немного другое. Ошибка это спрашивать либо читать мнение о важных для вас вопросах где-то в соцсетях и на основании их принимать решение. Это очень похоже на предыдущее, но это немного другое. Вот категорически не рекомендую вам этого делать. Почему? Да потому, что на 99% вы получите чье-то конкретное мнение, слухи, сплетни, которые не имеют никакого отношения к окружающей нас действительности. Не потому, что люди хотят вам навредить, а потому, что так вот это работает. Каждый вам расскажет свою собственную ситуацию или свои собственные домыслы, свои собственные какие-то фантазии, но это не будет фактом, это будет просто чьим-то мнением. Если вы будете свою жизнь строить на основании чьих-то чужих мнений, ничего хорошего из этого не получится, вы будете совершать ошибки и платить за них из своего кармана. Что я предложил бы сделать в противовес? Я предложил бы не спрашивать мнения у случайных и неизвестных вам людей в соцсетях, я предложил бы получать информацию либо от профессионалов, либо прямо из первоисточника, например, от чиновников в государственных органах. Тоже могут быть неточности, тоже могут быть ошибки и у профессионалов, у любых, потому что ситуация, она меняется, она вчера могла быть вот такой, а сегодня она может быть уже другой. Законодательство меняется, правило меняется, иногда могут быть какие-то нюансы, которые в одной ситуации имели значение, а в другой не имеют значения. иногда бывает так, что законодательство, оно вроде бы должно работать вот так, но чиновник об этом законе забыл, и он пропустил документы, не задумываясь о законе. Такое тоже может быть, и чиновники ошибаются. Мы вчера буквально для одного из наших покупателей из первоисточника узнавали ответ на его вопрос. Руководитель иммиграционного департамента города Киреней ответил одно, а ответственный сотрудник такого же департамента уже в Министерстве внутренних дел в Никосе ответил совершенно противоположное. Так тоже бывает. Но, тем не менее, таких ошибок будет гораздо-гораздо меньше. Их будет, может быть, 5% в вашей житии. Но если вы пойдете доверять принципиально важные для вашей жизни вопросы неизвестным вам посторонним людям куда-то в соцсети, там ошибок будет 99%. Так что, в любом случае, профессионалы и первоисточник это гораздо более надежнее и эффективнее. Ставьте лайк, если согласны, если не согласны, пишите в комментариях, в чем я не прав. Будем советоваться, будем обсуждать. Четвертая ошибка в том, что вы часто имеете дело вот при покупке недвижимости на Северном Кипре либо с финансовыми пирамидами, либо с какими-то нелегальными частными риэлторами, либо с какими-то компаниями сетевого маркетинга. Можно, конечно, сказать, потеряю деньги, значит, я сам дурак, да? Если мы говорим про финансовую пирамиду, а вы их там потеряете в 99% случаев, просто потому, что так это устроено, я уверен, что объяснять не нужно. Ну, можно сказать, что, ну, вот, он же не нелегальный риэлтор, он, скорее, мой друг, он скажет, что он мой друг, он мне просто поможет. Можно сказать, что, ну, что плохого в сетевом маркетинге, люди предлагают какой-то товар, какую-то систему работы для любого, кто хочет попробовать свои силы, у него нет возможности знаний, опыта, интеллекта, денег для того, чтобы начать свой полноценный бизнес, вот, это же система, это же хорошо, это же недорогой такой вход. Но проблема в том, что, ну, если говорить про финансовые пирамиды, вы просто потеряете свои деньги в 99% случаев, если вам повезет, и вы станете тем из одного процента, который заработает себе здесь что-то на потерях других людей, на их горе, на их слезах, вопрос в том, надо ли это вам в мире масса возможностей, как честно и законно можно заработать деньги. Если мы говорим о каких-то нелегальных частных риэлторов, ну, скорее всего, да не скорее всего, а гарантированно на 100% вам покажут очень узкий спектр объектов, и вы только по этой причине скорее всего приобретете не то, что могли бы приобрести, либо переплатите, либо это будет неправильная локация. У нас очень много людей, кто приходит, почему я об этом собственно говорю, каждый месяц и говорят, помогите перепродать. Мы говорим, как вы умудрились вообще купить такое? Ну, вот нам там по дружбе посоветовали. Ну, окей, а мы это не будем перепродавать. Почему? Ну, потому что здесь есть масса минусов, как мы же не будем обманывать покупателей, мы будем рассказывать об этих минусах, вот, 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 это все минусы, а когда люди услышат об этих минусах, они не будут это приобретать. Решайте сами этот вопрос, мы если сможем, поможем, но обманывать никого не будем. Ну, и потом, когда вы работаете с незарегистрированной компанией, в случае любых проблем вы остаетесь с этими проблемами один на один. Зачем вам это нужно? А если говорить про компанию сетевого маркетинга, ну, хорошо, когда людям дают шанс попробовать себя в этой жизни, ну, просто одно дело, когда вы купите у них баночку крема какую-то, например, и будет он чуть лучше или чуть хуже того, который вы пользовались сегодня, он через несколько месяцев, через полгода он закончится, вы себе купите другой, и большого ущерба не будет. претение недвижимости, это дорогая покупка, я не вижу ни одной причины, чтобы давать каким-то случайным людям в этом бизнесе шанс пробовать свои силы за счет вашего кошелька и за счет ваших возможных потерь. Вот такая рекомендация, все-таки имейте дело с профессионалами, которые работают легально, которые работают законно, чтобы это была зарегистрированная компания, и которые работают профессионально, желательно, которые работают долго, и имеют большой опыт, потому что опыт тоже важен. Потому что мы, например, работаем с 2004 года, на сегодняшний день уже более 17 лет, и мы продали более 3,5 тысяч объектов недвижимости. Ни один застройщик в этой стране столько не продал, если уж на то пошло. Ни одна риелторская компания столько не продала. и, конечно же, по ходу нашего профессионального пути у нас было много ошибок, на которых мы в том числе научились, и этот опыт помогает каждому следующему покупателю эти ошибки не допускать, которые мы имели на нашем профессиональном пути. в общем четвертая ошибка покупателей в том, что они имеют дело либо с финансовыми пирамидами, либо с какими-то частниками непрофессионалами, либо с компаниями сетевого маркетинга, которые каким-то образом продают недвижимость северного Кипра. Я считаю, что недвижимость слишком дорогая покупка, чтобы давать шанс кому-то на какие-то эксперименты за ваш собственный счет. работайте с профессионалами и тогда все у вас будет в этом вопросе хорошо. Следующая ошибка наших покупателей в том, что они не концентрируются на своих собственных целях в этом вопросе. Ваши желания и ваши цели это самое главное, что есть в вопросе приобретения вами недвижимости на Северном Кипре и вообще в вопросе переезда, если вы сюда переезжаете. очень часто вы идете на поводу у каких-то рекламных слоганов, у каких-то профессиональных продавцов, которые продвигают нужную им идею, потому что продавая именно эту виллу в этом комплексе или квартиры в этом комплексе, они заработают больше денег. Но вам-то не нужно выполнить задачу их заработка, вам-то нужно выполнить задачу, которая стоит конкретно у вас и она может совершенно не совпадать с задачей заработка того риелтора, к которому вы обратились. Поэтому обязательно концентрируйтесь строго на своих целях и задачах. как пример наша компания. Мы не просто продаем недвижимость на Северном Кипре, мы не просто обеспечиваем вам комплексную эмиграцию сюда с оформлением всех документов и адаптации на месте. Мы не просто занимаемся надежностью и приумножением ваших инвестиций, если недвижимость это для вас инвестиция. Мы, кстати, сказать одни из немногих, кто гарантирует доход на вложенные в недвижимость вами деньги. И не по одному какому-то объекту, а по большому спектру объектов недвижимости. Но если вы к нам обратитесь с вопросом, ну, например, что мы хотим приобрести объект недвижимости и наша цель это получение ВНЖ в Европе, чтобы без виз путешествовать по всему Европейскому Союзу или там даже по всему миру с легким получением виз в нужные нам страны, мы вам сразу скажем, что это невозможно. Приобретение недвижимости Северного Кипра эту конкретную задачу не решает. Вам не к нам, вам в любую другую страну, я не знаю в какую, но ищите, гуглите этот вопрос и приобретайте там, где это достижимо. На Северном Кипре это недостижимо, мы не являемся страной Евросоюза. Вы здесь можете достаточно несложно получить шенгенскую визу, например, даже мультивизу для поездок в страны Европы, но ВНЖ, какую-то там карточку пластиковую, которая даст вам возможность свободно из аэропорта Ларнаки, например, вылететь и там через пару часов уже быть где-то в стране Евросоюза, такого не будет. и мы вас будем отговаривать от приобретения, потому что это не решает ваш конкретный вопрос. В начале этого видео я вам говорил, напомнил, что я обещал рассказать о некоторых отличиях. Я приведу отличия одних курортных комплексов от других, которые для вас они все, кроме архитектурных отличий, они все на одно лицо. Вот несколько примеров я вам сейчас приведу и вы поймете, о чем идет речь. А дальше вы приедете к нам в ознакомительный тур и мы этот список расширим в десятки или даже в сотни раз и покажем вам конкретных примеров. Вот приезжает потенциальный покупатель. Говорит, вы самые надежные, я знаю, у вас самый большой выбор недвижимости, вы профессионалы, работаете на рынке давно, покупать будут только через вас, но видел на веб-сайте другой компании вот такой прекрасный домик на первой линии. Есть он у вас? Конечно, он у нас есть. Мы продаем все, что есть без проблемного на этом рынке. Окей, продавайте. Я знаю, тем более, что у вас у Леверича еще и цены всегда немного ниже, потому что вы берете своим объемом, я предприниматель, я понимаю. Окей, с удовольствием продадим, цена действительно будет ниже, сэкономите 7,5 тысяч фунтов. Действительно, домик на первой линии 62,5 тысячи фунтов, большая площадь, все хорошо. Для какой цели, спрашиваем, вы его хотите приобрести? Ну, как для какой? Я из крупного города российского, из города миллионника. Вот у меня семья, дети, теща. Хочу детей с тещей отправлять на все лето сюда, чтобы они не ходили по улицам моего, не самого безопасного в моей стране и в мире города и непонятно, чем занимались там все три летних месяца каникулы. И мы ему говорим, тогда этот дом вообще вам никак не нужен. Ну, как не нужен? Это же море, природа, красота. Я говорю, окей, а ваша теща водит автомобиль? Нет, не водит. Ну, хорошо, ближайший маленький деревенский магазинчик находится в пяти километрах от этого места. Ближайший супермаркет находится приблизительно в двадцати километрах от этого места. Как вы себе представляете проживание вашей тещи и ваших детей в течение трех месяцев, когда они не смогут даже элементарно себе купить питьевой воды и продукты питания? Окей, а что же делать? Что делать? Детям, вероятно, нужен пляж. Да. Детям, вероятно, нужны в их возрасте какие-то детские площадки, какие-то развлечения. Им, вероятно, нужны друзья, потому что, если они будут просто здесь находиться в этом комплексе практически не обжитом, практически не жилом, ну, если жилом, то там, как правило, живут пенсионеры все лето, вряд ли, вряд ли им это будет весело и интересно. Они очень быстро начнут просить, к своим друзьям, к себе домой. Значит, нужны друзья. Теща, вероятно, нужно какое-то русскоязычное общение, чтобы ей тоже здесь было интересно, чтобы она не просто выполняла роль там, няни при детях, да, какой-то гувернантке. Окей, есть курортный комплекс, есть курортный комплекс со всей инфраструктурой для детей и даже с занятиями, где сотни детишек в возрасте ваших детей, причем русскоязычных, они там друг друга встретят, они познакомятся и они будут там играть. Это же намного более интересно и полезно будет и для ваших детей, и для вашей тещи, гораздо более практично. Да, согласен? потому что мы ему показали, мы его спросили, какие ваши пожелания и цели и мы ему показали решение. Решение более практичное, чем то, которое он себе сам выбрал. А если бы мы пошли у него на поводу и продали бы ему то, что он хотел, даже с хорошей скидкой, я думаю, что уже через очень короткое время его семья попросилась бы обратно сюда и больше никогда бы не приезжала. У нас была такая же ситуация, мы себе купили курортную виллу в хорошем комплексе, самую дорогую виллу в этом комплексе мы себе купили прямо возле пляжа. И мы несколько лет назад, извиняюсь, мы несколько лет подряд после сдачи виллы мы так туда и не приехали ни разу на отдых, потому что наши цели, они были другие. И мы ее в итоге просто продали. потому что тоже пошли на поводу у эмоций и у рекламных слоганов и сделали ошибку для нашей семьи. Так что я в этом вопросе не исключение. Вот еще пример. Я вам только что рассказывал о хорошем семейном курортном комплексе, где вот для русскоязычных мамочек, бабушек, дедушек, деток идеальная атмосфера. Приходят покупатели и говорят мы хотим там купить недвижимость. Мы говорим замечательно, мы продаем каждую неделю по нескольких квартир в этом комплексе все надежно, хорошо, мы вам дадим прекрасную скидку, цена будет там на 12-12,5% дешевле, чем напрямую застройщика. Поехали. Какая цель у вас? Цель у нас вот выйдем на пенсию, приедем туда жить. Окей. Выйти на пенсию, у вас есть внуки? Нет, будем без внуков, будем сами вдвоем. Хотите ходить среди сотен детских криков этих голосов, да, радостных, визжающих мимо детских площадок и бассейнов? Нет, не хотим, хотим спокойствия на пенсию, ну а зачем вам тогда это? Ну а что тогда? Ну вот есть комплекс, где квартира там площадью 120 квадратных метров, здесь же, на этом же побережье, стоит как квартира-студия вот в этом комплексе. И здесь у нас как раз такие пенсионеры. Не русскоязычные, как правило, все-таки англоязычные пенсионеры, но вот здесь, пожалуй, есть и инфраструктура, и приблизительно люди вашего возраста, может быть, вам там будет комфортнее. Давайте посмотрим. Посмотрели. А вот нам еще предлагают, что предлагают. Вот есть комплекс с отелем, с казино, вот так вот все по-богатому. Да, это еще в два раза дороже, чем семейный комплекс, но вот мы бы там себе посмотрели. Я говорю, комплекс замечательный, замечательный. Отель со всеми вытекающими, казино со всеми вытекающими. Девушки соответствующей профессии, которые сопровождают каждое казино, со всеми вытекающими. Всякие запрещенные препараты, которые там могут быть, поскольку это такое вот злачное место. Вы там хотите проводить свою пенсию, и чтобы ваш муж все это тоже наблюдал с утра до вечера? Нет, 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 этого точно не хотим. Какое тогда решение? Вот есть одно здание. Вам не нужна инфраструктура? Окей, есть просто одно здание высотное, прямо у моря вид, ну как прямо, метров в двустах, перед ним уже ничего высотного строиться не будет, вид незакрываемый. Цена в 4 раза дешевле, чем то, что мы с вами только что обсуждали. Беспроцентная рассрочка есть. Перепродать это можно гарантированно с хорошей прибылью, сдавать в аренду это можно гарантированно с хорошей прибылью. По-моему, достаточно спокойное, приятное место с морским бризом, со спокойствием и тишиной вокруг. Магазинчик через 170 метров один, через 80 метров другой. Можно жить без автомобиля. Есть маршрутки, которые везут на рынок хоть в один город, хоть в другой. Намного более взвешенное решение. Когда приехали молодые люди, которые хотели вот такую движуху себе, вот им мы настоятельно рекомендовали как раз комплекс с отелем, с казино и со всеми взрослыми развлечениями, потому что это именно то, что им нужно молодые люди без детей, с деньгами. Никаких вопросов о перепродаже, о сдаче в аренду у них нет. Я показал вам два или три примера сейчас. Я хочу, чтобы вы понимали, что для вас курортные комплексы будут выглядеть одинаково, не считая их цены и архитектурных решений, хотя цена приблизительно она в основном одинаковая, но по своей сути они очень сильно друг от друга отличаются. И по стоимости обслуживания, и по качеству строительства, и по контингенту, который там будет приобретать и будет находиться с вами рядом. и лучше об этом знать до того, как вы приобретете, уже вложите свои деньги и потом будете здесь жить, либо будете приезжать отдыхать. Таких историй мы можем рассказать очень много, но лучше это делать при непосредственно ознакомительном туре, при вашем приезде и показывать, что вот смотрите, дешевое жилье. То, что вы хотели, то, что вы хотели. Но смотрите, вот в этом здании располагается 600 квартир. Есть вопросы, когда 600 семей с минимальным бюджетом из русскоязычных стран здесь будут жить. Давайте представим, как это будет выглядеть. Давайте представим, как будет работать канализация, когда 600 семей и там часть из них одновременно заселится и как вот эта канализационная труба, как она будет справляться, как это будет здесь работать. И узнаем, что вы хотите конкретно. Давайте посмотрим аналогичные решения. Может быть это то, что вам нужно, а может быть нам нужно смотреть что-то совершенно другое для того, чтобы наилучшим образом решить именно ваши задачи и удовлетворить именно ваши желания. Вижу по времени, что мы уже и так очень сильно это видео затянули. Как я вам и обещал, я рассказал о 5 ошибках, еще о 5, к тем 5 первым, ошибкам покупателей недвижимости Северного Кипра. Я очень надеюсь, что вам это будет полезно и хотя бы что-то из этого вы сможете использовать в своей конкретной ситуации. Сделайте меньше ошибок, сделайте меньше финансовых потерь и более простым и эффективным способом решите конкретно вашу задачу. Мы для этого и работаем. Очень много в комментариях под нашими видео есть вопросов о виллах, о виллах, о квартирах, но в основном о виллах. Есть вопрос о плоских крышах квартир и вилл, какие там подводные камни, есть вопрос о том строить или покупать готовые, есть вопрос о том покупать на вторичном рынке или покупать новые объекты недвижимости, есть много вопросов о местности, о локациях. Постепенно со следующей недели шаг за шагом начнем отвечать на эти ваши вопросы. Ставьте пожалуйста лайк, если вам понравилось сегодняшнее видео, если вы с чем-то не согласны, давайте спорить в комментариях, если вы еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить новые интересные видеоролики о Северном Кипре и о недвижимости Северного Кипра, а также жмите на колокольчик, чтобы к вам приходили уведомления о наших новых видеороликах. А если хотите получить подборку идеальных объектов для приобретения либо инвестирования, в том числе с гарантией дохода от их аренды, оставляйте заявку, ссылочка есть в описании и в закрепленном комментарии. Наши сотрудники вам все вышлют, именно то, что отвечает конкретно вашим пожеланиям и вашим целям. И открывайте для себя Северный Кипр вместе с компанией Leverage Investments. Продолжение следует...